Приветствую вас. Мне кажется, что, Ирина, вообще, ну, вы не до конца определились с тем, какой вопрос у вас к психологам, потому что вы пишете, какие существуют критерии выполнения своей миссии. Тут как бы сразу вопрос, почему вы решили, что у человека есть миссия? Вот. Как это должно проявляться в социуме? Почему вы решили, что это должно проявляться в социуме? Почему вы считаете, что есть какие-то критерии проявления этого социума? Мне кажется, что здесь вы не обускаетесь видеть такой фактор, как время. То есть это не просто причина и следствие. То, что человек делает, его, какой-то, ну, какая-то активность и так далее, еще есть время. То есть между активностью человека и каким-то направлением может пройти время и очень большое время. Вот. Поэтому говорить о каких-то критериях выполнения миссии и говорить о том, как это проявляться в социуме, мне кажется, это совсем корректно. Вопрос ведь в наполненности. Вот. Вопрос ведь в наполненности в количестве жизненной энергии, которая присутствует в том, что вы делаете. Если энергия жизненная есть, проявления будут сто процентов. Вы пишите, я занимаюсь любимым делом, но монетизировать это не могу, может быть, занимаюсь не тем. А вот здесь происходит как будто бы противоречие, потому что, ну, если мы говорим о миссии, если мы говорим о проявлении в социуме, то к монетизации вообще это отношение не имеет. То есть можно очень хорошо монетизировать то, что человек делает, но это не будет являться ни его миссией, это не будет находить проявления в социуме, вот. Но опять же, опять же, то есть из этого следует как бы, что вы обесцениваете и идею миссии, и идею проявления в социуме, потому что вы сводите ее к монетизации. Я понимаю, может быть, вы хотели сказать что-то другое, может быть, ну, может быть, вы имели в виду что-то другое, я не знаю, но выглядит это так, что если я занимаюсь любимым делом, но не получаю с этого доход, то это не моя миссия и это не имеет каких-либо проявлений в социуме. Ну, вы извините, конечно, но монетизация ни в коем случае не связана с миссией и проявлениями в социуме. Вот. Поэтому, мне кажется, как-то вы смотрите не туда. Можно, в принципе, дифференцировать достаточно легко и логично. Любимое дело, которое наполнено вашей жизненной энергией. Вот. И, собственно, монетизация другого дела, которое является коммерческим успешным. То есть, почему коммерческий успех у вас связан с критериями вашей миссии и с проявлением социума. В первом случае мы говорим о том, что человеку важно делать и что он делать не может, а в втором случае мы говорим о заработке. И это вещи, которые могут, безусловно, могут, ну, как бы, пересекаться в одном деле. Но это вещи, которые также могут в одном деле не пересекаться. То есть, это никак, это равноценная история, это не причина и следствие. А вот здесь это воспринимается как причина и следствие. Вот. Поэтому я бы здесь поработал бы над тем, чтобы расширить свое восприятие. Вот. Пообращать внимание на ограничивающие ваши факторы. Вот. Такие, например, как, а что будет, если человек не будет выполнять свою миссию, да, почему вы решили, что у человека есть какая-то миссия, почему вы решили, что в этой миссии есть обязательно критерии, вот, почему вы решили, что критерии это какие-то прямо столпы, столпы, которые знают психологи, вот. Дальше, почему вы считаете, что в этой миссии обязательно должны быть проявления в социуме, вот. То есть, как бы, ну, тут больше вопросов к вам, понимаете. И если вы готовы меняться, если вы готовы менять эту позицию, не оспаривая при этом, не обесценивая при этом свое любимое дело, которым вы занимаетесь, то, мне кажется, вы можете, как раз таки, получить новый взгляд на свою ситуацию и по-новому не только смотреть, воспринимать то, что происходит, но и по-новому себя вести, по-новому строить свое поведение, мне кажется так, мне кажется так. Вот, я, конечно, не знаю, я, конечно, не могу ни в коем случае претендовать на истину, только мои предположения, но вопросы, 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 вопросы такие, то есть ваши вопросы, они очень, как сказать, не очень, постановка вопроса не соответствует их глубине, понимаете, вот. Такая вот история. Здесь либо вы находитесь в очень жестких требованиях к себе, либо вы считаете, что вот люди настолько одинаковые, что есть какие-то критерии, вот и так далее. И происходит с впечатлением, что монетизация для вас это характеристика, характеристика, там, миссии и проявления в соцсетях. Ну так, если это так, если это так, то вам нужно заниматься тем, что хорошо монетизируется, для этого нужно изучать рынок, вот, к тому, что имеет значение, это вообще никакого отношения не имеет. Ну и последний вопрос, может я занимаюсь не тем, вообще, как бы никакой связи со всем тем, что я сказал, не имеет, потому что, по сути, вы говорите, ну вот я занимаюсь любимым делом, я не могу на этом заработать, поэтому я занимаюсь не тем. Ну, как бы, тут все просто к вашим ценностям, как бы, отходит, понимаете. Если для вас, если у вас ценности такие еще не обязательно нужно зарабатывать, да, вы занимаетесь не тем. Если вы считаете, что дело должно быть любимым и потом приносить доход, то есть, как бы, на первом месте идет значение того, что вы делаете, то вы занимаетесь тем. Вот, поэтому, Юрина, мне кажется, что то, на что я бы обратил ваше внимание, это на уровень доверия себе, в первую очередь. На уровень доверия себе, на то, как вы относитесь к себе, на то, доверяете ли вы себе, вот, им, и, вот, на все моменты, которые я озвучил несколько раньше. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вы не согласны, как бы, с какими-то моими мыслями, не торопитесь высказывать контраргументы, вот, примите это у себя, подумайте, что бы вы могли из этого извлечь, и вообще потом постарайтесь формулировать обратную связь. Это могло бы послужить началом вашей работы над собой. Удачи! 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 Удачи!